Церковные песнопения и народные мелодии есть и в репертуаре хора Ельского университета. В этот коллектив входят выпускники, преподаватели и студенты. По словам исполнителей, творчество помогает им понять загадочную русскую душу. В День России. Музыкальный привет из Америки. В репортаже Анны Нельсон. Дэн Гзовский, юрист. Хэролд Хилл, экс-глава лингвистической секции ООН. Роберт Кинни, банкир. Джордж Литтон, бизнесмен. Чарли Стоун, врач. Казалось бы, общего ничего на пути этих американских джентльменов пересекутся, как это было не раз. Они сядут за одним столом, закажут русских пельменей, станут называть друг друга тёплым русским словом «братцы» и по русской же традиции поднимут бокалы, пусть и с водой. Завершающий сюрреалистическую картину «Штрих». Эти почтенные американцы запоют на чистом русском. Выяснится, что с русской песней они идут по жизни, называют её своей самой большой любовью и таких влюблённых их человек 400. Эта неправдоподобная история началась в 1953 году. Один из самых престижных в США Ельский университет. В нём клуб студентов-словистов, академический и скучноватый. Но однажды в гости на огонёк к ним заходит парень с гитарой, Денис Мицкевич, сын русских эмигрантов. Он заразительно поёт песни. Американцы, не понимая ни единого спетого слова, как болезнь подхватывают эту страсть. Поют, рвут на груди рубахи. И так рождается Ельский русский хор. У нас был фантастический успех. Вскоре по нашему кампусу разнеслась новость, что может быть русский хор и странная группа. Но в них есть что-то, что нравится девушкам. Внезапно к нам начали приходить добровольцы, всё с лучшими голосами. У меня не было никакой связи ни с чем русским. Ни семьи, не изучал ничего такого. Ничего. Я просто услышал, как в нашем студенческом кафе пели калинку, и она меня похитила. Самый разгар Холодной войны, 58-й год. Они не правая и не левая организация, а просто группа студентов, которая из-за своей сумасшедшей любви к русской музыке решается дикарями рвануть в Москву. До тех пор мы смотрели в Россию через телескоп. Как-то издавно. И, конечно, через телескоп всё, что видишь, становится большим. Но это просто одна маленькая часть того, что есть. Нет перспективы. Так что мы страшно хотели видеть сам, что такая Россия. Авантюристы. Они стояли возле мавзолея на Красной площади и пели почти без акцента. Их мгновенно окружила толпа. И когда выяснилось, что поющие – это американцы, всё равно, что марсиане, живьём которых никто не видел, начался перекрёстный опрос. Несколько дней они говорили не о политике и сравнивали не системы, а собственные жизни. Впереди у них будет ещё много концертов. Они будут дарить русскую музыку странам Европы, запишут дюжину альбомов. Этот хор в Ельском университете как ловушка. Его странная жизнь неизменно движется по кругу. Меняются дирижёры, приходят новые студенты. Но однажды попав в этот круг, они все остаются в нём навсегда. Церковная музыка и залихватские песни. Они учат слова по подстрочнику. Мучительно пытаются постичь, что значит «Волга», когда она мать. И что это за непереводимое на английский слово «разгун». Какой-какой хор? Русский? Так ведь ты даже не говоришь по-русски. Это была первая реакция моей семьи. Я ответил, что я не говорю на нём, я пою на нём. Если дирижирует отец хора Мицкевич, то каждый раз выкладывается так, что кажется, после концерта придётся вызывать скорую. Мы всегда поём на пределе. Алилуйя, алилуйя. Это страсть, которая на ничего наполовину, ничего случайного не может быть. Вы, может быть, как русские, сами не знаете. Но для нас, иностранцев, это рай. А коли бывших у них не бывает, то иногда все четыре сотни человек собираются вместе. И неправдоподобная история продолжается. Самые разные люди, очень знаменитые, очень успешные, или наоборот безработные. Разных поколений, разных профессий, разных стилей жизни, разных наций. Встречаются только с одной и той же целью – спеть это хорошо.